Слава Богу, слава Иисусу Христу, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю во имя Иисуса Христа. Привет из города Одессы, возлюбленные, я думаю, что многие из вас уже смотрели семинар, который я начал здесь проводить в городе Одессе, и воскресную проповедь, наверное, многие из вас также посмотрели, если вы не были подключены через интернет к сайту Одесской народной церкви, то вы можете на этом же сайте, можете в поисковой системе ввести Одесская народная церковь, попасть на этот сайт и посмотреть записи воскресного служения и начала семинара. Сегодня вторник, у нас 27 число уже марта, сегодня и завтра, 28 марта, среда, я буду продолжать семинар. Я буду отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья. Вчера была очень сложная тема такая, и знаете, это была на самом деле, скажу, тема, которая пережита была мною очень болезненно в свое время, тема освобождения от многобожия, из истории христианства мы брали уроки, очень интересно для себя, христиане, собравшись там в Доме молитвы Центральной Церкви, Одесской народной церкви, христиан веры евангельской, и христиане разных деноминаций присутствовали, и вживую, что называется, непосредственно в зале, в Доме молитвы, и также онлайн, через трансляцию. Слава Богу, что Одесская народная церковь, пригласившая меня сюда, в Одессу, провести богослужение и семинар, очень технически оснащена хорошо, и я вот использую сейчас вот YouTube, и так вот все оперативно записываете послания короткие, но вот слава Богу за трансляции, за записи, я думаю, что в ближайшее время и в социальных сетях будут эти записи распространяться, этих и служений, и семинаров, потому что очень важно нам познавать истину Божьего Слова и узнавать правду историческую, потому что, знаете ли, правда, она делает нас, на самом деле, свободными от многих лжеучений, истинно освобождает Божьего Слова нас, христиан, верующих, независимо от того, какую церковь мы ходим, православную, католическую, протестантскую, у нас одно Слово Божье, у нас одна Библия, один Господь Иисус Христос. И, дорогие друзья, конечно, как православный обновленческий священнослужитель, как архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви, я очень рад, что и некоторые православные христиане, и даже священнослужители подключались к их диалогу, подключались к трансляциям, и я думаю, что больше должно быть этих подключений, и я надеюсь, что сегодня и завтра больше православных христиан и посетит этот семинар, и подключится онлайн, и в дальнейшем будут просматривать записи этого семинара. Материал очень важный, сложный, но очень важный. Сегодня я намереваюсь продолжить, в 18.30 по киевскому времени, по московскому этому получается уже 19.30 будет уже. Подключайтесь, пожалуйста, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, следите за новостями, Пусть Бог благословит вас. Сегодня я намереваюсь говорить об исторических таких корнях, историческом пути идолопоклонства в историческом христианстве, как в христианство пришло почитание икон, мощей, крестов и прочей мерзости, как многобожие, о чем вчера я говорил, повлияло на развитие идолопоклонства в христианстве, и также я буду сегодня затрагивать очень такую полезную тему, сложную очень тему, постараюсь ее как можно более проще нанести до людей. Это тема оккультизма в христианстве. Чего греха таить, эта проблема, думаю, многим из вас известная. Это касается как идолопоклонства, так и оккультизм, касается не только нас православных, но это касается христиан, так или иначе, всех динаминаций, разных динаминаций конфессий. Я, в общем-то, пока еще не встречал конфессий, динаминации, свободные абсолютно от оккультизма. Так или иначе, это присутствует больше или меньше в разных церквях, потому что мы все люди разные, мы приходим к Богу в своей церкви с багажом старых представлений, порой неправильных представлений, верований, традиций. И эти традиции, к примеру, здесь у нас в Украине, в России, в других странах бывшего безбожного союза, да и в других странах мира, традиции очень часто переплетены с оккультизмом. Дорогие друзья, хочется, чтобы истина освобождала, и чтобы правда историческая помогла сегодняшним днем и в эти дни ближайшие освободиться от оккультизма и от идолопоклонства христианам разных динаминаций конфессий. А тем, кто еще не знает Христа, а тем, кто еще не пришел к Богу, поможет покаяться, приныриться с Богом, и пусть Господь благословит вас. До встречи! Пусть Бог благословит вас! Я выключаюсь! С Богом, друзья мои! Спасибо, что подключались!